Что снится нашим городом На броне транспортной На суше и на море Ребят тормая дня Сырку полной гения У нас что люди, что враня Грелки да офигения Эй! эй! И танки наши быстры Эй! 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 И спир на треках есть Поверна их истерику Шагнём по бочим строям Коломб открыл нам берегу А мы её закроем рты Я подумал, что не очень правильно, когда русский чувак стоит и поет про то, что мы ее закроем. Но русским за границей иностранцам не чекают. Абсолютно точно. Ну, в общем, эта песня не моя, эта песня даже не знаю чья. Где-то, в общем, услышал. Очень знакомая песня, да. Друзья мои, сейчас я спою хорошую песню. Те, кто ее не слышит, ну и сами себе виноваты. Песня написана Вене Дыркином. Ага. Конечно, вы знаете, конечно. Вене Дыркин – гений каких? Мало. Много песен о шахтерах было сложено, Много песен о монтажниках-высотниках, А про нашу, про советскую милицию. Песен верный, кроме этой, ни одной. Песен верный, кроме этой, ни одной. Когда баба века была девочкой, Чудо-юды еще было. Маленький был змейка, но есть был детчиком нем, Маштым. И Каще еще был мальчиком паикой. На болоте, что у озера Тихон, Народился на заре добрый молодец, У Адама инспектора Тихона И прозвали его Баська Молодец. Пареньки, пареньки, дурак, Ты спи, мой маленький-маленький. Постучится мусор, скажет я, Ах, ты вошел, ах, ты добрый и счастливый. И не скажет слова, он затащит воронок, Спрашивает злой и кровожадный, скажет, Вот тебе за сырок, вот за перекресток. Он лишил ему невинностей девичей, Он коры ночью срубил злойные вороты, Он и в ванночку повесил на фенечках, И смотрел, как его пушанют вороны. Окощали он яички иголками, Листы голобов с неноси кастрировал, А яйцо потом засовывал в буночку, А я потом засовывал в зайчиках. Баньки, баньки, дурак, Ты спи, мой маленький-маленький. Постучится мусор, скажет я, Ах, ты добрый и счастливый. Эй, немного пьяный, вот затащит воронок, Стражный злой и кровожадный, сказок, Вот тебе за сырок, вот за буги-буги. Много песен на шахтерах было сложено, Много песен на монтажниках выли сотниках, А про нашу, про советскую милицию, Песен нету и не надеются все. Это Ленин Дергин. Ой, слушайте, а у него же еще там Много песен было. Да! Да! Фух! Знаете эту песню? Да! Мне сказали пойти там клево, Я пошел туда, а там катка, Я назад пришел и здесь катка, Они сказали, что тебе было лучше, Т. И вот теперь у меня одна загадка, Зачем он там, где идет, Dion и катка. А, Ах! может да я хожу и дажу может просто это я хожу и дажу а не взгляд это я хожу и дажу только зачем я просто жить на этом свете А-а-а-а-а-а! Шоколадку, фокусу, посоладку! Ты съела и тебя жена! Ты везде тебя потом дождила! Ты все ночью тебя потом дождила! Ты не загадаешь, не назвать эти загадки! Может, дело все или нет в шоколадке! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Может, ты не ходишь и дальше, Может, просто, опять не ходишь и ка-а-а-а-а-а-а! А если я так не хочу, шикарничь, Тогда сиди и не влазите за дому, А ты сказал мне что-то быть лучше, И дешевле стало быть чище, И мы с ними стало быть краше, И полюбили во меня без остатков. И я тебя, влюдая создатою боль, И мы стали добрее и лучше, И мы стали сильнее и чище, И в окно мы клядели украдкой, А за окнами краски и люди, И я тогда помолву и сердца, И я так не хочу, шикарничь, А может это все ханят и ганят, Может просто это все ханят и ганят, А если я так все ханят и ганят, То зачем я просто желаю в свете? Знают взрослые и знают дети, Знают маленькие и большие, Знают неогрые и мы дарим все И краснокожие. Голубые я знаю, знаю, Затем я в новости, Они знают то, что должен знать каждый, И что я ведь здесь воспитологияне, Опять я хожу и кажу. Обычно, если это ты ходишь и ганят, Обычно, если это сыхание. Я кажу, это стойче докоса, Шумы и ханки Так вы, оказывается, панки. Пишите, наверное, в Бордовский. Вот я вам рассказываю, кто вы. Есть миф. Химера большого такого размера. Непонятно, кто его выдумал. На чем основана вера, будто наша эра неуклонно идет к концу света. Утверждение это, как минимум, не к лицу мне. Как минимум спорно. Нет, я не ставлю к укору, но все-таки надо признаться, что это смешно. Вот, к примеру, мой приятель Герой неделю назад немножечко принял на грудь, на первом общине залил глаза. Он оказался в нерване, помысл от отцовушливания его. Утром встретил одни гривый лев. Он потусовался с каплейном, он потусовался с бургой. Я был похож на колено, набрал шанс гертрудой. Пусть по законам рэпа должен быть припев, должен быть припев, должен быть припев. Поехали по полю зла волосами, и без лапесток кобылка. Нету одного из них лица, буду обманять за полком. Вернемся к Герри. Вообще он хороший парень, но не знает меры. Сердце его затарено уфологией, астрологией, психоанализом. Нострадамцем, как фанат актуальной поэзии, он считает, что рифмы троллейбусом, отличные в данном случае. Или еще лучше, чтобы совсем без ритма и без рифмы. Так вот, в этой своей парне, небесной птицы Гури, не буду забрали, Ваня, тебя обманули. Мы, дядя, точно знаем, на своем пути и вечно. Все бесконечно, Ваня, как Гера, это конечное. Тебе говорят все, а ты говори вирус. А не приправляйся по парку, по спин, подрастай, клинку, лучше, клятскую, там много картинок и никого не слушай. Если ты хочешь подраться, кого-то побить, то побей поглуши. Лучше смотри мультфильмы, но никогда не смотри, тебе шлау. А Ваня, ты или Гера, это не важно, в общем. И вели себя хорошо, и ты не будешь ровод, дурку и кисла. Должен быть припев, должен быть припев, должен быть припев. Поехали по морю, молодца, и кисла, без много кобылка. Нету одного из них лица, у другого нет забылка. Яхали по морю, молодца, и кисла, без много кобылка. Нету одного из них лица, у другого нет забылка. Есть миф, химера, большого другого нет змеи. Нету. Все. Браво. Все, вам глупости слушать. Давайте вам умности, наверное. Чёрной лужей разлилась ночь над миром. Ночь сегодня удалась. Пахнет миром с примесью спиртного из ресторана. Звезды белым прервались. Это манна. Как прекрасна эта ночь, и дай поденье. Чувствуешь, что можешь смочь лица с тенью птицы, и мотылька, и подмёрзнув, кинуться под облака, то есть к звёздам, и упасть оттуда вниз, словно манна. В запахе спиртного из ресторана. Окунуться в лужу тьмы над горами. Там, где спинься, и бог с нами. Выскользнуло мыло. Мыла было мало. Из-под плёнки мыльной в вальду недостаточно. Мне четыре было. Мне мыла мама. Мне четыре иди. Может, даже пять. Я и ву. Но мне в сущности так мало. Чтобы эта пытка не продолжилась. Я себя всецело ощущаю рамой. И мне больно режут стёкла моих глаз. А теперь хожу я в пустой квартире. Есть верёвка, только нету моего. Я хочу, чтобы снова было у меня четыре. Если не четыре, то хотя бы пять. Слепое окно смотрит на круг двора. В этом дворе гладиаторы дети ведут войну. Родители судьи решают, кому пора бесславно окончить бой, уйти в тишину не столько волгалы, сколько сначала в ванну, мыть руки, а после залатки в ватах брешь. Мама, когда я выросла, обязательно стану, станешь, танешь, только сначала доешь. А в это время Серёгу ранили, Вовку убили. Трусливый металлик спрятался вовремя в домике. Окно помнит все гладиаторы, что здесь были, и тлеет по ним фонарик Физареса на педаконике. Пусть не вам читать стихи одного возраста. И направить. Но это не здоровая тенденция. Я пойду во вкус и устрою концерт только из стихов. Расплетали козы у веры еще на Донаде. Девочки гуляли, ветер по локонам гладил. Ним бы не причёсанной души, непрекаяна, слава Богу, сёстры. А я висками нам на околы налетю. Солнце гладься рапами, спите, мои маленькие. Свечка на пол капает в кляксе, что похоже на блинную тарелочку. Девочку засыпает в девочке, а потом и Бог. Тишина там за дверью в узорном халате. Засыпает тихая вера, всталая Надя. Когда линия прошлого, будущее сонное, До всего на должное и пока веселое, Выше крышек не готов, Целую звезд рассыпал декабрь, Постанье на потом. Именно не видно ваши, И ничьи больше, только прикрывает их Точная тихая вера, встал и не мог. Мамы-мамы и весовки, но за радость, Зимаи-маленькие свечки, Я был готов и спрячься, Что похожа на блинную тарелочку. Засыпайте, девочки, а потом вот... Повторяйте. 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 Друзья, хватит мне себя обманывать, я сходю песню, которую я считаю самым лучшим. Из тех, что я сочинял. Ну и вообще. Вы сейчас только послушайте, вы поймёте, что я прав. Не дай мне речи дать в ваших глазах мне ничего, это время. У меня есть мечта. Я всё-таки говорю, что когда я вырасту, у меня будет собака. Это не стихи, это проза. Я вот уже почти 40 лет так говорю, когда я вырасту, у меня будет собака. И я точно совершенно знаю. Одна из тебя пройдёт уже пёс, посмотрит в глаза и скажет, я нёс радость, но всю растерял по пути. Хозяин, прости. И ты с удовольствием думаешь, что ты почти Бог для него. Своим ртом чувствуя, как каждый слог сладко тает, процедишь. Бывает. И не заметишь, как всё станет просто. Ты возвеличишься внутренним ростом. Радости мне не доставила псина, хоть не отняла, а спаси. А то он сможет смотреть, как тебе хорошо. Потому что ты рад. Потому что... Большо. Время придёт, ткнётся в закрытую дверь, А ты сидишь и ждёшь, как пёс. Несколько слов мало что значит теперь, Внутри себя всё произнёс. Твой поводок к сердцу пришит, На нём замок души. Но не теряй ключи, Чтоб я не стал ничем, Останься здесь ещё, Чтоб я не стал никчёмным. Двинется здесь разве так важно куда, Здесь все одни давным давно. В миске есть корм, В лужах простая вода, И в той плоте немецкий рот. Кадры летят один за одним, И тянет тебя к ним. Но сладится свет свечёт, Чтоб я не стал никчёмным, Чтоб я не стал ничем, И не теряй ключи. Кадры меняются неопередсказуемо, Световик сделает ночью грозу, Ему твой режиссёр повел, Осветить темнотой. Чтоб я пришло твоё время, К твоей двери не запутал, Требу только на дворе, Время нам быть, В ненависанном народу. Требу только на дворе. Супер лёгкий гаджет. Во-в-в-в-в-в-в-в. В беду-в-в-в-в-в-в-в. В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. Здесь они уже все подбивают, А вы молодцы, держитесь, не подбивайтесь. Ты не теряй ключей, Чтоб я не встал ключей, Остаться здесь еще, Чтоб я не встал никчемным. Мы проиграли эту войну, старик, Зла не хватило, и главное — нерво. Я утешаюсь лишь тем, что пройдешь не первый, Настолько не первый, что я уже даже привык. Боеготовности нет ни у нас, ни у наших, План оказался не то, что плохим, Беспондон, ни дезертирным. Видело стеблы, кто бы до слышениям не возродить У нас от фиаскою старше, У нас от фиаскою старше. Что это нас? У нас керосинка горит, Моё квадагин, я не привык к ресторану, А то, что порой в мароканцовке Проходят по раму для нашего плага. На то, как генерал говорит, Нет, мы не сдались. Сдаться можно, когда есть что сдавать, А до нас все равно уже сдали. Сдачи получим, в поле у нас дачи едва. Жалко, что прибыль на миг, И на убыль гадает. Так и запишут, День, когда выдался шарки, Солдаты, прорывшие, Божьим купаристом парень, Думают, выигрывать будем, Приговор же едва ли. Да и последний костюм Не может быть маркиным. В итоге, старик, Мы с тобой проиграли войну. Хотя победить в ней бутонка, К банке не бегу. Я знал одного победителя, Нынче он веган. Возможно, когда один, И это я тоже пойму. Я утешаюсь лишь тем, Что пройдуешь не первым. Я старик не первым, Что я уже даже привык. Два стихотворения, посвященные городу Электростанту. Город, в котором после восьми Пусты улицы, Не продуваем ветрами, Потому всегда душно. Город в тринадцать заводах, Дымящей сигарой кусту лица. Город, которому наше сожительство Больше не нужно. Это взаимно. Но он не заметит пропажи. Человеческой вещи, Веди меня, еще много. Город, который не знает, Что будет дальше. Ведь через небо над ним Не пробьется взгляд Бога. Второе стихотворение Сочинило тогда, Когда уехал из города, И приезжал из рик на электричках, Которая у нас называется колбаса. Потому что длинная зеленая колбаса в бар. Когда жрать было нечего, Садились в электричку и Москва колбаса. Так вот. Под небом золотым Есть город голубой, В зеленой колбасе С прозрачными глазами. Сюда приедем мы На временный постой, И временной простой Последует за нами. И будем долго мы Под небом золотым В том городе С названием не самым благозвучным. Я сочинял стишок «Все остальное дымо». Простой такой стишок. А мне не надо больше. Так вот, что я Горника хотел почитать. А, в Лиде Электростали. Есть районы такие, где свой русский язык. Ну, такая вот вариация. И я решил написать на этом русском языке свое стихотворение. Ну, поскольку они должны быть ближе к своим народу. В южных циклонах – теклонах, А в антициклонах – теклонах. Но я-то в Европах, в борделях, в притонах, Придумал хитропах и сделал умнонах. Уехал в Европу, где нету циклона. Приехал и глупо. И правда циклона. Поэму-то я… У меня времени много. Я по поэму сейчас прочту. Поэма о печени. Очень много хороших людей. Жаль, что печень твердей и твердей. Друзья мои, есть предложение. Вы слышали кто-нибудь, что там была девочка в очках? Да, я знаю, что там была девочка в очках. Ушу… Друзья, просто за пять лет этих девочек в очках их размножилось. То есть мы можем их не петь. Но вы тогда можете горько об этом пожалеете. Что мы их не спели. Давайте пока другие. Другую песню. А потом… Я даже не спел их. Хорошая песня. Нет, другая. Я вижу в розовых мохнатых слонах окрашенных все выше крыши. У Маяковского в штанах облака. А у меня уже вошло в привычку, Когда приходишь ты ко мне в тот же миг. Славный из ниши телу моего. Беляя хвостами нелепую, старик взлетает отлично. Над этим городом, который ты на горде нет. Не знаю, что там у тебя на душе случается, Но нафига ко мне ты приходишь? Думаешь, что только за тем, Ты думаешь о ней от радости вдруг. Большой кометой лягой хвостами нелепую стаи летят Над домом и над битром, над 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 этим чувством, Что между нами точно нет. Мои слоны летают лишь от того, Что тесным вдруг, если ты приходишь, Слонам вообще вредить нельзя, а моим тем более. Это не гуманно, но ты из любопытства ходишь ко мне. Не знать не хочешь, что мои слоны нам обоим нужны, В отличие, родная, от твоих тараханов, В этом городе, которого на карте нет нам. С этим чувством мои слоны нам обоим нужны, В отличие, родная, от твоих тарханов, Как мои слоны нам обоим нужны, В отличие, родная, от твоих тарханов. Как я из нравring essa моя мигites, Такой. Е-гля-гля. Я забыл вам петь две хорошую песню, а потом будем дурка валять. Кончится скоро ром, корчит свой норов гром и завладевает рассудком. Безумие все приборы врут, морд ведет точно врут, корпус накопника, в желобе зубы я. Что за напасть, несет нас напасть, Последнего кита сила нет, Она сильнее зубы закона, теперь я полный иона. Вместо маяка ручина светляка, Вместо шпагичка моряка, Косылью кончина, ну а пока, Не бери пучина моряка, Вместо маяка ручина светляка, Вместо шпагичка моряка, Косылью кончина, ну а пока, Не бери пучина моряка. Вижу свой новый дом, я в нем, как в горле конь, В беденой рыбой кастрюле отчаяния, Я нежеланный гость, Даже не кинуть в гость, Вселенной земли нет, На прощание, что за напасть, Несет нас напасть, Последнего кита сила нет, Она сильнее зубы закона, Теперь я новый и она. Вместо маяка ручина светляка, Вместо шпагичка моряка, Ко всем придет кончина, Но а пока, Отпусти пучина моряка. Киль точно килько стал, И познает штурвал, Освободившийся хаос вращения, В скаменных скулах скал, Виден кослая скал, Мертвого праздника вне возвращения, Что за беда несет нас туда, Тут в последнюю киту пустоту, Откуда не купишь купона, Теперь я новый и она. Вместо маяка ручина светляка, Вместо шпагичка моряка, Ко всем придет кончина слабака, Отпусти пучина моряка. Смерть идет в морщинах, Всего пока земная пучина моряка. Вместо шпагичка моряка. Граду啊, Смерть идет в морека. Вместо шпагичка моряка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Специально для Оли Катс, которой эту песню терпеть не может. Будем воспитывать силу Оли. Силу Оли. Силу Оли, да. Училка астрономии и физики, знает иностранное и казаке. По совместительству она дочка, той самой девочки в очках. Знает психологии, анатомию, той знает все about you. Только для того, чтобы познать себя, не поможет ей психология. Вечером она моет волы в школе, а после несет себя домой коля. А коля, бывший сотрудник НИИ, ему про НИИ-НИ-НИ. Им про НИИ-НИ-НИ, про НИИ-НИ-НИ, про НИИ-НИ-НИ. Им про НИИ-НИ, про НИИ-НИ, про НИИ-НИ. Им про НИИ-НИ, про НИИ-НИ, про НИИ-НИ. Так вот, у дочки-девочки в очках Огонь за причастность и в зрачках Федя, за причастность распространяется На всех бездомных, на улицах На всех глазах, что в глазницах На всех тупых, что в тупицах На все грибы, что в грязницах На всех слепых, что в тупицах На всех мажоров, что в ницах Где полаются половницы В мешоках волшебного пшика И там где клубится кубник, Там где клубни каката Там, где клуб игры? Сложные слова что-ли? Там, где клубицаца, где клубицаца, где клубицаца, это клубника-като, 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 давайте. там и и но и 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 Откуда же взялся Костяк, вы спросите, он ходит по саму уже, спросите, он простит, а напишет потому что до Коли, нужно выбираться между Костей и Колей, нужно выбираться между Колей и Костей, ну не определяйся где просишь Костяк. Давай думай, дочка до девочки, бочка, бочка бочка и бочка. Может быть, вы спросите, в чём же мораль? Ты что, Фахардинов, головой захворает? Нет. Кто её знает? Мораль-то. Где дебет, где кредит, где сальто? Морали-то нет. Зато сердце согревое. Можно ещё раз пропеть. Это дофигенный припев! Сидим к Сузану, давайте! Да! Не вытащил я! Не вытащил я! Не вытащил я! Играй, не считай минут, Просто играй свои ноты Не думай о том, почему ты, Помни о том, для кого ты, Пусть к первым тебя не причислят, С тобой можно будет согреться, Ты просто играй свои мысли, Просто играй свое сердце. И если играешь не с ним, Не расставляй им отцена, Проигрывай скучные тени, Выигрывай каждый оттенок, И за консервируй весь бюджет, Потом тебе мято запишут. Не важно, что кто-то не слышит, А важно, что кто-то услышит, Не важно, что кто-то услышит, Важно, что кто-то услышал. Пусть долго твой звук запихти был, Играя ты сможешь понять, Не страшно, что кто-то с большим, Он хоть попытался сыграть, Играй, не считая минут, Просто играй свои ноты, И не думай о том, почему ты, Думай о том, для кого ты, Не думай о том, почему ты, Ты просто играешь в своих сердцах, И все. Спасибо, друзья, что пришли! Разбросались слова, Слово семечки серым пердаком, И теперь без словеской горданью Мы можем легко надышаться Груг другом на птичьих травах, Мы, конечно, живы-либрады, Увидаться еще, но для этого Нам нужно выйти из времени круга, В ожидании встречи замерзают фразы, Звуки морлика обращаются в комочки, Мы еще увидимся, но что-то не сглазить, Вместо данных сталью просто многоточек, Вместо фото лучше так поменяться взглядом, Как ни странно, Затс всегда это расстояние, И несколько часов народа в отряде. День, воздух, глухолк, Ночь наполнится и тренется, Лишь дворец оставил, Те видят, как будут стараться, Я не буду служить, Это будет потом, потом, А пока нам с тобой остается, Без словесных карданей, Дыхать расстояние, Пытаясь его сделать туже, В ожидании встречи замерзают фразы, Звуки морлика обращаются в комочки, Мы еще увидимся, но что-то не сглазить, Вместо данных сталью просто многоточек, Вместо фото лучше отменяться взглядом, Как ни странно, Затс всегда это расстояние, Уместо фото лучше отменяться взглядом, Это реально. До свидания. На выходе, прогуриными легкими, я выдохну все, что вдохнуло у вас. Ведь в этом доме всяческие запахи, и жалко у нас их отца противника. Я, может, даже если захотите, верну вам все слова произнесенные. Слов было много, не изместить все в памяти, а важно каждое. Но вдруг случится так, что то, что упущу, есть суть, главное. Что это за главное? По-моему, вначале было «я тебя…» Вот видите, уже забыл. Забыл. Вы были ко мне гордыми, нет, добрыми. Вы были ко мне масками, нет, ласковыми. Вы слышите, я путаю, все путаю. Слова ведь так похуже. Нет, похоже. Я все вспомню и верну. И лишь одно я не смогу вам возвратить. Переживание. Переживание. Точнее, ты очень не забыл, ты взошли. Но вы-то не забыли. Вы это помните. Ведь вы же не забыли. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...